Кремлёвский блеф. Владимир Путин вновь кидает ядерные угрозы. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Очередное обращение российского диктатора гражданам страны-агрессора демонстрирует непоследовательность в определении красных линий, что и ставит под сомнение его готовность к эскалации. Таким мнением поделился Институт изучения войны в своём очередном отчёте. На самом деле Путин продолжает укреплять свой образ лидера, который защищает суверенитет и безопасность России и её союзников, используя ядерное оружие как главный элемент давления на Запад. Агрессор, он всё равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадём в рай. А они просто сдохнут. Аналитики отмечают, подобное усиление информационной операции и бесконечные угрозы ядерным оружием направлены на препятствование дальнейшей военной поддержке Украины. Что и неудивительно, ведь удар вооружённых сил Украины аракомсами и штормшедов по военным объектам в России серьёзно обеспокоил Москву. Ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. После признания Путиным так называемого «ответного удара» Российской Федерации под Днепру, аналитики Института изучения войны склонны считать, что запущенная баллистическая ракета может быть экспериментальным вариантом ракеты РС-26 «Рубеж». Кроме того, диктатор прямо пригрозил, что Россия может напасть на западные страны, которые поддерживают украинские глубокие удары в России, и риторически связал удар баллистической ракеты 21 ноября с российскими ядерными возможностями. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов. Но с каждым новым заявлением его риторика всё больше воспринимается как попытка сохранить лицо на фоне растущего международного напряжения. Однако угрозы ядерного оружия не являются чем-то новым. Ранее диктатор угрожал суровым возмездием, если государства Запада передадут Украине реактивную артиллерию, танки, боевые самолёты и возможность наносить удары по России. Он постоянно смещал ориентиры каждый раз, когда Запад называл его угрозой блефом. У нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Мы даже не понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет. Ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Впрочем, риторика Кремля о красных линиях чрезвычайно непоследовательна, а новые заявления Путина с каждым разом всё больше подрывают и её эффективность. Пока красные линии диктатора остаются гибким инструментом внешней политики России, позволяющим использовать ядерное оружие как рычаг давления, вопрос, насколько серьёзно Москва готова пересечь свои собственные линии, остаётся открытым. В западных столицах пока предпочитают относиться к этим угрозам как к риторике, а не к конкретным планам.